Приветствую вас дорогие зрители, подписчики, клиенты нашего интернет-магазина Все, кто любит наши ностальгические выпуски про традиционный деним Винтажный деним, настоящий, самый правильный Сегодня как раз такой выпуск Почему я его назвал эталонный райфл? Потому что у нас в руках эталонный райфл Его сегодня будем с вами смотреть Вот когда мы с вами говорим о понятии эталонный Сразу подразумеваем некий исходник, который был в начале С которым все сравнивается, на который все ориентируется Такие синонимы, как аутентичный, оригинальный, настоящий, правильный Тоже к этому же и относятся И сегодня мы эти джинсы с вами посмотрим И более так широко поговорим Ну в общем-то Многими принято думать, что Джинсы райфл были у нас массовыми На самом деле это не совсем так Массовыми они стали, когда В 90-х годах, в начале 90-х В Приморско-Октарске Краснодарского края Открылся совместное предприятие Стали производиться под маркой райфл джинсы Которые наводнили Советский Союз И в дальнейшем Российскую Федерацию СНГ Когда турки подключились Вот тогда, в 90-х годах и 2000-х годах Джинсы райфл действительно стали массовыми Но в 80-х годах такого не было Джинсы райфл очень сильно котировались Они были очень классными Наравне с другими брендами Которые лежали на полках советских магазинов И вот сегодня как раз Такие настоящие Эталонные джинсы райфл Made in Italy Как раз те самые первые джинсы райфл Начала 80-х Которые сменили В процессе ребрендинга Супер райфл И стали просто сокращенными джинсами райфл При этом стоит заметить Что самые первые джинсы райфл Практически были идентичны Самым последним выпуском Джинсам супер райфл Поэтому Когда я вам буду показывать Эти джинсы райфл Можете делать Такую вот Проекцию На джинсы супер райфл Самых последних выпусков Начала 80-х годов Производились эти джинсы С начала 80-х годов До середины 80-х годов И дальше ситуация Несколько усложнилась Расширилась И мы тоже об этом поговорим Итак Начнем конечно Всегда с тыльной стороны С удовольствием Вам покажу Этот красивый Прессованный Патч С прессованного картона Здесь Обратите внимание Выбит размерник В американской По американскому стандарту Здесь Выбита модель 881 И артикл ткани 0.1 0.41 Ну не трудно догадаться Что артикл ткани Это Триджит Индиго Деним То есть Самый традиционный Жесткий Ничем не обработанный Такой вот Исходный Настоящий 14.5 Унцовый С отличительным признаком Также всегда Являлся Вот этот Бордовый флажок Золотистой Вышивкой Райфл Точно так же Как и было На джинсах Супер Райфл Вот где-то Со второй половины 80-х Эти флажки Стали плодиться Всех цветов Радуги Зеленые Белые Синие Но Самый правильный Всегда Бордовый Золотистый Вышивкой Развернув вам их Фронтально Вы увидите Что джинсы Достаточно Лаконичные Нет здесь Никаких замков Хотя была и Замочная версия Ради справедливости Скажем Но Всегда джинсы Райфл Отличала Вот эта вот Исключительная Аккуратность В крое Карманов Посмотрите Какой он Небольшой Приталенный Аккуратный Такой Несколько Зауженный Книзу И сравните Это с карманом Джинсов Райфл В наших дней Причем Это не джинсы Райфл А джинсы Сшитые С названием Райфл Потому что Фирмы Давно не существует А джинсы С этим названием Продолжают Производить Вот посмотрите Разницу в карманах Специально вам это показываю Здесь вот у нас Ничто иное Как вот такая бочка Видите Да Просто такой полукруг И все Здесь же форма Более сложная Карман меньше У него форма Более сложная Приталенная Такая заклиненная Книзу То есть Вот вам и разница Обратите внимание Также что Карман находится Ближе к кокетке В отличии от Тех что сегодня Шьется от новодельных Давайте с вами Перевернем Посмотрим их С фронтальной С этой стороны Безумной красоты Заклепки Старого образца С гравировкой Райфл Также было на Супер Райфл Медь Вот они Старого образца Липодобные Заклепочки Причем у этих Заклепочек Очень красивая Тыльная сторона Медная Вот так Как вы видите Причем даже Здесь какая-то Гравировка Присутствует Тоже Непонятно Зачем Непонятно Что Но вот так Красиво Это все Выглядит Болт С названием Вестерн Райфл Обязательно Вам покажу На самом деле На последних Выпусках Джинсов Супер Райфл Был точно Такой же Болт Молния Японской Кикей Глядя внутрь Вы увидите Что здесь Все швы Машинные Закрытые Правильные Отстроченные Цепным стежком Оранжевыми нитями То есть Никакая не кустарщина Самые Что ни на есть Серьезные Предприятия Интересно Что здесь Шиптек Название Модели Который Согласуется С патчем Точнее Вот он Видите 881 модель Она здесь Тоже Дублируется Безусловно Всегда Мы с вами Посмотрим Тек С размерником 36х34 52 размер С прямым Указанием Что это Made in Italy И вот здесь Я должен Несколько остановиться И сделать Ремарочку Ну понятно Что все Самые первые Джинсы Супер Райфл Они всегда Такую ссылку Имели Потому что Они шились В Италии То есть Тот случай Когда еще Джинсы шились В Европе Но Где-то Со второй Половины 80х Годов Стали попадаться Джинсы С очень похожим Денимом С похожей Фурнитурой Тегами Но здесь Не было Прямого Указания На Made in Italy С чем это связано Я думаю Это может быть Связано Только с одним Что компания Райфл Со второй Половины 80х Стала Экспортировать Своё производство По лицензии В страны Восточной Европы То есть Я предполагаю Я предполагаю Что компания В общем-то Передавала лицензию На Другим фирмам Которые Производились На мощностях Восточной Европы Точнее Не могу вам Сказать Где именно Но В общем-то Та же самая История Случилась И в 90-м году Когда Открылось Совместное Предприятие В Краснодарском Крае И По лицензии Стала отшиваться Продукция Под названием Райл В Краснодарском Крае И Естественно Там уже Нигде не присутствовала Вот эта сноска Made in Italy То же самое Имеет отношение Джинсом Второй половины Восьмидесятых Где нет Прямой сноски Я надеюсь Так все Оно и есть Ну Что касается Денима Артикул 0.1 0.41 Конечно Это имеет отношение К жесткому Риджит Индиго Дениму 14.5 Унцовому Вот он Пожалуйста Обратите внимание Он с таким вот Характерным Изумрудным Оттенком Самое правильное Крашение Было в 80-х Годах Я считаю На винтажных Джинсах Вот посмотрите Как Деним Сильно отличается По цветовому Оттенку Вот это то Что сейчас Шьется под названием Райфл Так сказать Не имея отношения К самой фирме Райфл Которая уже Не существует Вот это вот Самый настоящий Оригинальный Деним От Райфл Отличие Не только в плетении И цветовом Оттенке Здесь вот На 80-х Он такой Несколько Изумрудный Как наливайсах Мы привыкли Видеть Ну Барючины Я вам уже Наверное Показывал Если не показывал Вот этот Шов Толстый Был как раз Изнутри Барючины Снаружи У них Был просто Оверлок Вот Райфл Всегда был Таким Правильно Райфл Был таким Ну На самом деле В понятие Эталонный Эталонный Я бы Вложил Не только То что Джинсы Самые Такие Исходные Аутентичные Но Также Безусловно Они являются Эталонными И по состоянию Как вы можете Видеть Это джинсы Практически Как с полки Магазина То есть Они нигде Не обрезаны Безусловно Не стираны И само собой Они не ношены То есть Джинсы Практически Как с полки То есть Джинсы Которые Можно Вот Ну Даже если Многие любят Их тактильно Вот так Вот знаете Похрустеть Ими Жесткими С таким Толстым Плотным Дынями Непередаваемые Такие Тактильные Ощущения Понюхать Как пахнет Краситель Но в понятие Эталонный Также Входит И размер Если мы Сегодня Говорим Про Винтажные Джинсы Как джинсовый Антиквариат Который Имеет свой Вторичный Рынок Конечно Мы всегда Смотрим На размер Потому что Даже Коллекционеры Которые Собирают Джинсы Которые Их Так сказать Держат Как талисман Как Какой-то Антиквариат Музейный Конечно Они всегда Смотрят на размер Потому что Вот к этому Так сказать Музейные Ценности Добавляется Еще и Функциональность Неизмеримое Удовольствие Поносить Винтажные Джинсы Которым Более 40 лет Это Ни с чем Несравнимо И очень Ценится Даже тем Кто Такие Джинсы Не особо Носят А собирает Поэтому Известно Что Основной Так сказать Интерес К винтажным Джинсам Это у людей Которые Помнят Те времена И эти люди Уже давно Не носят Женских Или подростковых Размеров Это Люди Уже Взрослые Мужчины Солидными Размерами И Самый Эталонный Размер Это 36 На 34 Который В общем-то Дает Наибольшую Свободу Выбора Я имею Ввиду Среди Взрослого Среди Взрослых Людей Поэтому Друзья Имейте Ввиду Что Это Очень Ценится Потому Как Размер Самый Эталонный 36 На 34 И Вот Когда Мы Говорим С вами О Винтажных Джинсах Всегда Мы Уже С вами Привыкли Что Размер Он Маломерит То есть Винтаж Всегда Где-то Плывает На Один Размер Меньше Здесь Он Абсолютно Соответствует Размеру 52 Русскому 36 На 34 С Полуталии 46 47 С Бедрами 57 И С Инсимом 86 Сантиметров Это То Что Мерится Ростовка От Паха До Края Брючины Поэтому Друзья Можно Сказать И Размер Здесь Тоже Эталонный И Вот Теперь Мы Подошли Ко Второму Такому Вопросу Сегодня Вот Все Любители Джинсов Денима Вот Такого Настоящего Правильного Они Как Правило Встают Перед Выбором Либо Купить Какой-то Дорогой Японский Деним Но Он Сейчас Является Самым Качественным Самым Крутым По Ряду Причины Которых Я Вам Рассказывал Много Раз Или Выбрать Какой-то Винтаж И Вот Самое Большое Заблуждение Самое Большое Заблуждение Люди Которые Не Могут Найти Винтаж Или Где-то Хотят Может Даже Сэкономить Потому Что Винтаж Такой Вот Очень Дорогой Они Как-то Пытаются Свой Голод К Этим Джинсам Ностальгии Утолить Через Какие-то Японские Бренды Через Японские Джинсы Которые Безусловно Прекрасны Но Скажу Вам По правде Из личного Опыта И из опыта Моих Коллег Этого Не Происходит А Этого Не Происходит По Одной Простой Причине Потому Что Здесь Совершенно Две Непересекающиеся Потребности Винтаж Друзья И Джинсовый Антиквариат Всех Лет Которые Вы Носили 40 Лет Назад Или 30 Лет Назад Это Друзья Прежде Сего Эмоциональный Выбор Это Настоящая Ностальгия Это Память И Ее Ничем Невозможно Заменить Закончится Это Тем Что Вы Если Купите Самые Дорогие Японские Джинсы Самые Правильные Скорее Всего Вы Все Равно Будете Искать Так Сказать Не Специально Будете Все Рано Смотреть Стороны Винтажа Потому Что Ни Одни Самые Дорогие Современные Джинсы Вам Не Заменят Вот Эти Воспоминания Не Заменят Ваши Эмоции Которую И любовь Которую Вы Храните С тех Далеких Лет Поэтому Если Вам Выдалась Такая Счастливая Возможность И удача Прежде Всего Винтаж Это Вопрос Удачи Потому Что В мужских Размерах Винтаж Сегодня Просто Дико Редкий И Даже Имея Приличные Деньги На руках Без Удачи Купить Их Невозможно Поэтому Одно Другое Не Заменяет Выход Здесь Один Если Вам Функционал То есть Максимальные Качества Конечно Лучше Брать Японские Наверное Потому Что Вы Не Связаны С Такими Вопросами Как Поиск Вопросы Везения Потому Что Антиквариаты Это Всегда Вопрос Везения Особенно Если Вы Ищете В своем Размере Для Того Чтобы Поносить Порадоваться Вот Но Если Друзья Вы Хотите Именно Принципиально Вот То Что Когда-то Давно Было Вашей Любовью То Ни Одни Самые Дорогие Японские Джинсы Вам Это Не Заменит Это Будет Нечто Классное Но Совсем Про Другое И Поэтому Для Людей Которые Имеют 36 Размер Я Б Посоветовал Хорошо Задуматься Потому Что Вот Такой Размер Сплыл Абсолютно Эталонных Джинсов В Эталонном Состоянии Которые Я Всегда Размещаю Под Ссылками В Описании К Этому Виде В Первом Комментарии Естественно Всегда Эти вещи Уникальные В Единственном Экземпляре И Не Лежащие Долго Поэтому Задумайтесь Поэтому Задумайтесь Если Вы Давно Хотели То Как Раз Сейчас Самое Время А На Сегодня Друзья Мне Добавить Больше Нечего Желаю Вам